Последний месяц лета для кого-то стал первым в жизни рабочим. Более пяти с половиной тысяч новоиспеченных медиков отправились по распределению в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты страны. Среди них как врачи, так и работники среднего медицинского звена. Наш корреспондент Галина Буро на примере двух историй посмотрела, как обживаются молодые специалисты. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже двери проходите. Екатерина Мохаммед впервые знакомится со своими пациентами. Она только приехала в агрогородок Скрибовцы после интернатуры, получила здесь жилье и стала не только заведующей амбулаторией, но и единственным врачом на всю округу. А это 17 деревень и полторы тысячи человек. Молодого специалиста местные жители встречают радушно, ведь несколько месяцев здесь не было врача. Мы очень рады, что у нас снова врача дали. Потому что без врача было очень плохо. Надо было желудок. Вот мы два инвалидов дома. Надо было желудок, выписать таблетки, поставить печать. А сейчас мы очень рады, что к нам приехал доктор и будет нас обслуживать здесь. Обход на дому завершен, а в амбулатории врача поджидают юные пациенты. Что он болит? Горло. Екатерина родом из Мостовского района, но там не нашлось работы по распределению. Выбрала соседний, Щучинский. И как только впервые переступила порог сельской амбулатории, поняла, не прогадала. Здесь ты один врач, ты набираешься опыта. То есть здесь нет узких специалистов, ты здесь решаешься на месте сам. В этом году только в Щучинский район пришли работать 20 врачей и 7 медсестер. От фельдшеров скорой помощи до терапевтов, неврологов и лоров. Пополнением на районе дорожат. Молодым специалистам по законодательству полагается доплата от 10 до 50% от оклада. Определенная надбавка существует за красный диплом. Но а иногородним работникам помогают найти жилье и даже компенсируют затраты на него. Посмотрим. Здравствуйте. Виктория Чищевик показывает, как она обустраивается в комнате общежития от местного предприятия. Руководство больницы помогло получить это жилье. Девушка рано потеряла родителей, но смогла исполнить их мечту. Мне всегда нравились люди в белых халатах. Именно то, чем они занимаются. То есть я тоже хотела пойти спасать жизни людям. Я понимала, что это большая ответственность. Да, и родители тоже хотели, чтобы я пошла в медицину. Виктория признается, по распределению в райцентр медсестрой ехала неохотно. Хотела остаться в Гродно. И только теперь поняла, что наоборот вытянула счастливый билет. Ведь в Щучинской больнице вполне реально получить целевое направление в университет. И в большом городе с этим сложнее. К тому же здесь помогут с освоением профессии. Мы закрепляем за молодыми специалистами наиболее опытных, наиболее подготовленных товарищей. Производятся не только лекционные занятия, но и производятся и практические занятия. Согласно официальной статистике, 75% молодых специалистов на первом рабочем месте остаются и после окончания распределения. Галина Буро, Анатолий Бояренцев, телекомпания СТВ, Гродненская область.